сегодня я уже саша говорил пока ну пока мы собирались у нас тема анонсировалась векторы но я решил сделать с физикой объединить чтобы было понятно для чего тема вектора вообще изучается как как это реально можно применить вот его смотрите на картинке параграф из физики это сила физика седьмого класса потому саша слушай у тебя это будет уже где-то вот ну очень уже начнется и вот такая картинка что у вас там рабочий тлкаются там вагонетку и прикладывает к ней силу он к ней силу и вагонетка начал катиться она меняется скорость она меняет скорость и вопрос заключается в том как вот нам это то что рабочий тлкаут вагонетку как нам это писать там физически или математически вот вопрос вопрос в чем вот я понятно объясняю повторить вопрос то есть от рабочий тлкает вагонетку вагонетка меняет скорость и как нам это взаимодействие то что от рабочий тлкает вагонетку как нам это математически писать он прикладывать силу к вагонетке все правильно он прикладывать силу а как это описывается математически как вот при помощи какой-то описывается можно но смотрите у нас кроме да правильно фрагмент же нет ф равно м а уже это это сила тяжесть ама это часа чтоб ты понимал сила которая ну сила которая старая формула мне сказала хорошо сила равна массе вагонетке умноженное на ускорение которое это вагонетка получила ускорение это насколько изменяется скорость на секунду то есть если она допустим спросить изменилась на один метр в секунду скорость изменилась за секунду изменилась на 1 метр в секунду то ускорение допустим равно 1 метр в секунду в квадрате вот это один мер в секунду изменяющийся как ну как которая изменила за секунду и вот ускорение буквы а вот понятно ли вот до этого места если 1 на 1м деленное сквадрате 1м деленное то что внизу написали это что это скорость изменение скорости дельта v дельта изменения скорости насколько скорость изменилась за одну секунду понятно понятно значит но нам не хватает чего вот все хорошо вот формула там масса ускорения чего не хватает время может время есть вот один метр секунду на секунду даже потратим даже время даже два раза нам не хватает направлению вот да справа налево и вот видите стрелочка это как бы есть вектор то есть я еще не покажу что есть физики с величины это вот здесь у нас скорость сила и ускорение которые описываются не только не только величиной но еще и по направлению эти величины называются векторные запринайте старый уже немножко знает то есть нужно расстатываюсь эти величины называют векторны если допустим массу мы можем массу мы можем обозначить там сколько килограммов и все на больше ничего не нужно но тут естественно единицы кроме массы они имеют еще направление сверху ставится еще стрелочек да вот допустим до вектор либо просто палочка такая ставится либо стрелочек вот это означает что не векторная вот если допустим математики это 6 класс и задача что там мотоциклист выехал из пункта а пунктом б заходит скоростью и время такое то нужно найти его путь тут появляется становится интереснее здесь у скорости появляется еще направлением в той задаче нам не было важно какая у нас там какое направление там по не было понятно что из-за в есть а здесь есть появляется направлением вот всем ли это понятно еще скажу еще такую вещь что допустим если у нас два рабочих будет толкать вагонетку тоже может быть и в разные стороны один толкать и другая ты катишь не туда надо катить туда значит катить и другую сторону как вот тогда нам тогда найти что получается какая будет скорость какое будет укрепление у кого сила больше там направление нет ни у кого силы больше сейчас мы будем разбираться как это будет происходить давайте я вам немножко нарисую вот допустим так вот где у меня от моего зума вот рисовалка вот допустим один рабочий толкает вагонетку вот сюда вот я вам пока немножко примере в том актив теории перейдем такой рабочий толкает вагонетка вот сюда вот куда она покатится реально сара вас уже были векторы вы проходили в один значит это вычисляется по правилу параллелограмма достраивается до параллелограмма и вот получается вот суммирующая сила еще раз я объясняю вам что здесь это векторы это ну ничего раз объясняю специально вот начался всего этого что здесь законы геометрии работают не в полной степени не полной мере здесь допустим мы не можем допустим нас был треугольник допустим там если мы а прибавляя вот а это б там а плюс б мы просто берем измеряем там одну сторону другую просто складываем вот а здесь нет здесь а плюс б получается вот вот что у нас получается а плюс б это вектор то есть ну они писать разные величины цветом спасила скорости скорее и так далее вот посмотрите ребята немножко понятно понятно да просто у них середина выходит еще направлен не понял еще раз направление у них середина берет общее но не совсем и середина когда вот ну то есть берется такое промежуточное положение то есть один толкает и второй а это вот суммарно как бы в сторону между да между да ну сюда среди между ними между другим давайте тогда перейдем сейчас к теориям а если скорость когда платится корень из ваде отбрать свой 2 в квадрате нет а ты тут нет 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 давай хорошо тогда немножко остановимся на этом я кажется понял вопрос значит корень это знаю что корень это если скорость также будут суммироваться если корень есть если смотри если это знаю что это центра центр совместного ускорения так вот уже складывается и вот в этом случае да ну это только если они перпендикулярно вот только в этом случае но тут это уже правило да она достраивается до параллограмма его все равно суммарные будет в данном случае это будет прямоугольник и суммарный вектор это будет диагональ прямоугольник точно так же только но в этом случае можно диагонально вычислить по тереме флора можно сказать что это 45 нет нельзя тут не 45 тут не так было 45 может быть 30 можно не быть потому что я это как тебе объяснить я не не бы начал уклы может быть если тут будет из градусов к миру может там возьму это может быть не 30 и тогда мы тогда сам еще потом будет проходить диагнозометрию я потом расскажу как это как это читала и вычисляясь через силы с косинуса ну вот общий такой случай сложение фиксоров вот так то мы наверное перейдем к теория что вот так всем ли видным экран давид вот и здесь в общем-то все что можно было я уже рассказал на этом слайде здесь посмотрите здесь на рисунках подвижные неподвижные они дают выигрыш силе да правильно да вот этот блок подвижны он дает ну вот посмотрите приложена как бы одна сила сюда вот она выходе даете тоже такая же сила только другую сторону меняется направлением вот этот блок этот блок он называется подвижны сила прикладывается к нему так вот вверх то есть вот у нас мне слева как она выглядит справа схема вот мы тянем сюда за веревку прикладываем одну силу получаем на выходе другую в раз больше сверху у нас там рычаг тоже вот оказывается как как на рычаг действует сила и вот тут грузики подвешены и дальше они эти грузики уже справа изображаются в виде векторов то есть это сила тяжести здесь как как сара говорила с сила равна массе на же м же же это ускорение свободное падение 981 метра в секунду квадрате это кто не за это постоянно это же вам масса этом основу и ребята я вам скажу что у кого здесь и может быть есть вопрос если уже я начал разговаривать но говорить про эту тему то давайте разберемся чем отличается вес от масса принципиально ну чем он чем вес от масса отличается вроде бы вес это характеристика душевного парламента типа вес человека и еще кого-то а масса недушевленного масла там камня нет сара ты знаешь там было то что один из них просто не присягивает было сама в это запомнить это важный вопрос ну поэтому я на вас но внимание застрел масса это м масса это величина скалярная масса она только измеряется только количеством масса это количество вещества в теле она измеряется килограммах запомнить марса это величина скалярная она не она не имеет направления вес это сила сила эта мера взаимодействия тел допустим если сила тяжести то это насколько земля притягивает тело к себе и вес имеет направление запомните что вес отличие в отличие от масса имеет направление в начать вектором обозначается вектором и кроме этого кроме этого он измеряется в ньютонах и измерения с это ньютон в часть английская физика исака ньютона вот всем ли понятно да понятно скалярные говорили скалярные это значит что она изменит так кто понял что такое скалярная величина в чем отличие от векторный вектор на которой есть направление до вектор на имеет направлению скалярная величина направление не имеет вот и давайте тогда придем деметрии и так вешал к вектор это направлен отрезок отрезок с он имеет начало имеют конец еще он имеет направление соответственно имеет длину допустим вектор а так обучается вектор вектор а с такой вот ну вот со стрелочке и он имеет направление вот на рисунке справа вектор а б допустим вот его начало вот его конец вот его направлении и он имеет длину это если мы допустим вот допустим длина там допустим примерно 5 сантиметров физики если мы будем вектор рисовать мы обозначаем там может быть другой там допустим вектор может быть там ну он может быть 5 сантиметров но допустим он будет он будет его значение будет допустим 100 допустим ньютонов вот всем ли понятно я это не поняла оба 5 сантиметров какая разница то есть 100 ньютонов это что ему дает ну давай пока я не буду тебе рассказывать подробно ты просто смотри это в геометрии это в геометрию а это физики давай пока разделим а в геометрии сантиметром и 6 миллиметров то есть физики физики вектор это физики вектор обозначает интересующую нас физическую величину понятно в геометрии просто на метр садина все ну там где в геометрии мы не будем она там там может быть какая-то задача что там с переходом на физику это в геометрии бывает редко его смотрите ребята ну я немножко сбегу вперед чуть-чуть и к примеру если вы допустим у вас есть два вектора но физики допустим этот вектор у нас будет там скажем там 30 ньютонов а этот вектор будет 40 ньютонов то есть это не это известно это живу усилу это будут силы у нас как-то найти результата результировавшую силу да и величину и направлению кто мне скажет сначала надо определить каком он расстояние останется то есть направление потом отнять не понял ты 40 минус 30 там 10 и он будет продолжаться двигаться вверх я понимаю смотрите сарс лишь нависовал они направлены под 90 градусов понятно не направлен поднял скрылся как результировавшую силу правом сегодня же говорит правило правилограмма сара смотри сюда пожалуйста я отдельно нарисую сбоку вот вот смотри если бы у нас было вот так вот одна сила направлена вот сюда вот а другая сила была бы направлена вот сюда вот тогда мы спокойненько бы от строка бы отняли 30 и получили 10 все было бы четко но здесь у нас но здесь у нас у нас немножко не так в квадрате надо почему в квадрате вот получился резитирующий вектор да это будет сколько это будет 2500 квадрате а 2500 будет и чему будет равна этого сила и сильно освободишься да вот 50 это будет корень из 500 будет 50 не знаю вот все ребята всем не понятно что мы делаем то есть смотри пусть и мы нашли во первых мы достроили треугольник до поле лограмма и по тереме фигура нашли взросшую силу ну то есть нашли величину вот всем ли понятно что мы сделали понятно значит тогда переходим к следующему нашему слайду тут немножко поговорим про равенство ветров что мы будем с ними решать хочешь по математике по математике будут задачи это сарайских предложения я пока еще не знаю я еще задач не выбрал если есть предложение вот моя электронная почта вот присылайте ваши пожалуйста предложения а вопрос по олимпиаде можно по олимпиаде попробовать можно я не уверен что я их решу пришли попробуем я не гарантирую что я их решу но попробовать можно хорошо спасибо спасибо пожалуйста вот значит смотрите ребята значит как вот вы думаете какие вектора если у нас будут вот допустим два вектора скажите своими словами не смотрите учебник если у нас мы будем говорить что у нас есть равные векторы как вот мы узнаем они равные или не равные для нужно быть направления должно быть двое условие одинаковое направление и одинаковые длина то есть не длина а величина значит ну как вам сказать здесь в учебнике в учебнике в учебнике есть слово длина это учебник атанасяна какой атанасян по геометрии а какой у вас учебник обычный я не смотрел смотрела ну ладно это можно есть или от него вот короче геометрии векторы равны если они направлены и длины равны вот физики там больше просила бы будет говорится там то есть там сила скорость и ускорение лично равны если они направлены и опять же их величина рамы запустим тут 20 кинтонах тут тоже будет 20 кинтонах вот понятно да всем не понятно отлично саша себе приятно непонятно да понятно вот значит дальше еще есть такое понятие как коллинеарность оно мало используется но я вам расскажу чтобы узнать признали что вектор называются коллинеарными если они лежат либо на одной прямой либо на параллельных прямых вот тут вот из рисунок там вектор и они все коллинеарно потому что они лежат на параллельных прямых эти два лежат на одной прямой если лежат на параллельных прямых то есть cd и кроме еф еф не примерно а вот эти два и с ними тоже тут они все коллинеарно кроме еф еф находится на другой ну вообще на другой прямой что ты можешь дать нам задачах если скажут что они коллинеар ничего я вам ну объясняю так это редко используется коллинеарность знаю что может помнишь то что то то что мы говорили вот если у нас вот допустим вектор 1 и складывать тогда можно просто мы знаем что вот вот они коллинеарно то есть просто отнимаем один от другого либо просто прибавляем когда не нужно что если я не халине коллинеарно у нас будет много работы нам придется тогда вот у нас достраивает до правил грамма нам очень нужен будет угол а так ну самый простой какой-то самый пример пример от жизни когда вектора у нас из физики ну и жизни можно любой когда не коллинеарно второй закон ньютона или третий третье законе за действие равно противодействию сила характеризуется . приложения до севера северного . приложение вот на человек это есть . приложение филы понятно это есть . приложение но если мы из геометрии переходим на физику туда здесь геометрии здесь нету здесь нет сил только вектор а физики есть физики это вот и будет . приложение силы вот ребята всем ли это понятно и да вот как обозначается направленность векторов вот так вот так и так обозначается так обозначается противоположная направленность так на рисунке 245 наверное вот тут вот вот у нас направленные векторы вот а и б противоположные направлены вот есть вектор равна этого а равно б вектор а рендер опять трубы она еще есть 0 вектор такое понятие 0 вектор это просто . она не имеет направления и не имеет длины здесь они одинаково направлены кто да но c направлен другую сторону да правильно а и б направлены одинаково а у нас там написано а и б они они направлены в разные стороны снизу так написано вот это вот да в одну сторону в одну сторону в одну сторону как это в в одну сторону вверх с веночки это а и c а нашла вот вот ребята всем ли понятно если поэтому слайды вопросов нет 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 вот все понятно это как привлекаю чему если это понятно приходим к следующему слайду вот сложение и вычитание ветров я уже немножко рассказывал про закон по правилам 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 правила но у нас еще есть правило треугольника они очень похожи на эти два правила вот если у нас вот есть вектор а и вектор b 1 и вектор допустим 2 мы их можем параллельно перенести так чтобы начало одного совпадало с концом другого так вот берем его и переносим в эту точку вот вот и тогда вот будет вектор допустим какой-то там это 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 c и получается что у нас вектор а в они не должны были в квадрате нет значит а я понял я понял вопрос квадрата быть не может потому что здесь нет прямого во первых во вторых если там даже сидит даже есть прямой угол то смотрим здесь вот я акцентирую внимание здесь не идет речь про длины вектор длина и направление вместе понятно если мы захотим допустим вот найти длину вектора c это обозначается обычно но я не помню чтобы это то есть не помню как это шифров не собираюсь вроде бы вот так вот это модуль динамик 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 складываем то есть для того чтобы вектор b параллельно перенесу сюда параллельно то есть его угол пространстве я не изменил и так чтобы его один конец то есть его конец совпал с концом вектора а можно было понятно да спасибо вот и мы еще можем их сложить по правилу мы еще можем их сложить по правилу параллелограмма и мы также возьмем его переместим к началу вектора а а вектор а переместим его сюда вот ой мы получили параллелограмм и вот его диагноз это искомый вектор c вектор который нужно найти еще два трибуника равны а то можно сказать что параллелограмме тогда диагональ равен сумме сторон нельзя я уже говорил сегодня что здесь не работают правила обычной геометрии это вектор если мы будем считать их длинные то тут все будет по другому и кстати вот чтобы найти допустим длину физики будут такие задачи что вот две силы и найти резервирующую да мы можем с вами разберем такую задачу еще в следующий раз или может быть через занятие мы посмотрим в физике есть такие короче задачи где нужно найти резервирующую и там еще вычисляется это вот угол хотя бы там обычно обычно допустим смотрите вот если допустим вагон катится под уклон флот флот нас есть вагон он попал на уклон и покатился его смотрите мастер ребята куда какие-то какие-то силы сила протяжение села ускорения такси ускорения сила притяжения вот сила тяжести да еще своя сила с которым он не двигался он стоял стоял из-под него вынули тормоза башмак или ну тормоза покой запиши не присодействовать тормоза взяли и отпустили и он покатился таки еще не 10 сила это что за сила это сила реакция впором направлено вертикально то есть направлено керпендикулярно там пути его смотрите я по правилу парилаграмма получаю и за сервисе и результирующую силу вот давайте так сделаем я получаю результирующую так между да не пошло не так да сила должны должны я сделал силу реакция поры меньше чем нужно я ее зарисую и вот у нас это вот сила вагон толкает как назвал силу царения ну вот силу скорее не узнана так называются вот и сишу сила еще действует какая сила которую мы тут не указали кто помнит какой сил еще не хватает трение можно сказать трение да не может она четко сила треника не хватает вот и вагончик катится если сила этот f однако оказывается больше силы трения и смотрите для того чтобы найти силу f нам нужен угол и обычно этот угол между ну короче чтобы мы знали уклон уклон из него мы можем найти угол альфа ну или угол альфа сразу задом вот он же будет здесь какую надо знать альфа любую а нет ну вот этого сила нужно знать угла нужно знать угол наклона или уклона можно вычислить если знать эти силы а если не знать если у нас нету всех сил и нет угла тогда мы тогда ничего не найдем то есть если они не обозначены можно также по углу сразу найти куда у него формула у кого чтобы через угол можно было найти так ребят давайте мы сейчас когда поговорим через угол смотрите ну я тогда расскажу я не знаю просто ящик это говорить про давайте тогда ну если уже начнет значит смотрите что у нас происходит мы знаем эту силу мы знаем эту силу знаем эту силу знаем угол ребята поднимите руки кто проходил вот это вот это вот смотрите этот отрезок отрезок это возьмем пусть у нас будет модуль сила то есть сила по своей величине она равна этому то есть еще раз я возьму синеньким обведу чтобы вам этот отрезок синенький равен этому синеньким отрезка это сила реакции опоры по модулю и дальше у нас получается вот что здесь косинус косинус альфа косинус это отношение предлежащего катета гипотенузе равно отношению силы реакции опоры по модулю силе и тяжести крес ребят тут наверно непонятно что и потому что косинуса мы еще не проходили мы немного прошли это синус косинус тангенс ну смотрите короче есть есть нас есть я хотел вам про теганометию немножко позже вот есть треугольник даже я я нарисую чтобы он запутался тем который на рисунке вот у нас угол альфа треугольник а там bc до косинус альфа это отношение а c bc то есть предлежащего катета гипотенузе и по это близко ученцев можем найти и сам угол а синус альфа мы нашли альфа ну у вас мы нашли синус альфа равен а b деленное на bc да а b зеленую на bc а а b в нашем случае ну а смотрите что вот в нашем случае а b катет какой противолежащий а вот верхнем вот это в этом случае в этом случае где у нас получается b что такое вот если мы уже приходим на физику с этого с геометрия где у нас в этом рисунке этот катет это f да f результирующая сила вот и мы можем найти ой тогда через синус получается что f равно я напишу где-нибудь в сторонке f равно сила тяжести деленное на умноженное bc умноженное на синус альфа я сейчас перехожу на уже на физику это bc это у нас кипоте нужен силы тяжести нужен на синус альфа вот вот наш что наши почему нужны вот смотрите мы здесь обе части уравнения умножаем на что на bc понятно что сделал тут bc сокращаются остается вот что это просто bc добавили я у нас вот это вот получилось вот это вот у нас это было уравнение это не что иного как уравнение я обе части домножим на bc поскольку это уравнение мы это имеем право делать обе части уравнения домножили на одну и ту же величину то есть это вы сами умножили чтобы он сократился это я умножу чтобы тебе было понятно как я перешел ну почему я вот это умножал и ребята я ну просто я сам использую таким случаем таким способом если я забываю ну что на что делить умножать я так бы домножаю чтобы не запутаться саму вот ребята саша и сергей понятно что хоть немножко что мы тут делаем тут задача девятого класса ну я устраиваю чтобы вам было понятно объяснять а это это сила реакции поля она направлена перпендикулярно пути почему она направлена перпендикулярно пути спасибо то есть плоскости если братья ну из физики опять понять это и плоскость направлена перпендикулярно вот так у нас осталось пять минут давайте я вам как быстро объясню еще несколько вещей значит как складывать вектора вы поняли что у нас еще есть вот вот красивый такой пример а тут складывается целая куча векторов вот тут справа целая куча раз два три четыре пять шесть их результирующий будет это начальная точка первого и конечно и конечно . последнего вот будет их результирующий вектор ага а всем ли это понятно а г равна их сумме когда уже сумму а в чем еще раз вопрос а г значит равна их сумме да опять же а г вектор а г и вектор и 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 вот всем не понятно так если три минуты я уже немножко расскажу про как отнимаются снимаются не так же вот значит смотрите значит смотрите допустим есть у нас есть сектор а есть вектор а допустим а есть это минус а как зонти чем не будет лечь отличаться они направления раз да у них раз направлением вот вектор а вот вектор минус а да например поэтому а минус b разность равна вектор а плюс минус b как вектор а прибавить вектор b но спроси положим знаку вот такой тут рисунки как вот на этом вот рисунки вот у нас вектор а сейчас я немножко его вам выделю вектор а вот вектор b если мы отнимаем и у вектора б меняю направлении плюс минус b b плюс а вот получается их вектор ну либо из их сумма там направлении таком таким должно было быть значит вот исходные данные нет это смотри то есть то есть то что сейчас на рисунке это и есть минус а вектор а и вектор b они вот так вот такие были а это минус b на самом деле чтобы суммировать должно было быть так так и есть вот тут они отнимаются этот а минус b в этом случае они суммируются они суммируются но у меня есть направление то есть сначала бы меня есть направление потом не суммируются что еще сказать непонятно последовательно направлено у них плюс когда нет давайте самого начала когда они последовательно направлены тогда у них плюс давайте самого начала смотрите вот есть вектор b и спектр б и вот есть вектор а нам нужно их отнять а минус b равно мы оба меняем знак и направлению вот получился векция минус b понятно если бы не поменяли был бы ну давай сейчас не будем если бы плюс минус b и тогда мы запутаемся вот а плюс минус b либо минус b плюс а примерно слагаем сумме меняются и вот их рецептирующий вектор вот вот а минус b вот и в этом всем не понятно сейчас радовая знаю что если у тебя будут еще все просто на следующий раз мне понятно хорошо и к следующему разу у всех есть моя экрана почта если кому-то хочет захочется ну присылайте вопросы я еще просто не пока не ну не прикидывал что мы решим я думал что решим может быть из математики может быть из физики что-нибудь может даже два раза возьмем может быть часть возьмем одно занятие по математике второй по физике очень такой решаем мы помогу нас берем задачу уже с цифрами